Тем временем борьба с коронавирусом посредством вакцинации продолжается. Уральские полицейские получают вакцину от коронавируса. Порядка ста сотрудников сделали уколы от COVID-19. Вакцинация прошла в третьей городской поликлинике. Среди сотрудников правоохранительных органов провести вакцинацию решили в выходной день. В это время представители стражи порядка более свободны от работы. Пока на добровольной основе вакцинацию получат порядка ста человек. Дальше по мере поступления вакцины. Всем, я думаю, нужно, потому что сотрудникам полиции это в первую очередь необходимо. Потому что мы ежедневно работаем с населением. Поэтому здесь следует ответить, что никто здесь принудительно не получает. Каждое самостоятельное принудил решение. Только в третьей поликлинике за период вакцинации привилось порядка 500 человек. Согласно приказу главного санитарного врача, первыми вакцину получают медики, далее педагоги и полицейские. Все они в зоне риска по профессии. Медики отмечают, что признаки простуды сразу после прививки – нормальное явление. По практике уже привитых мы видим единственное повышение температуры. Но оно может быть не у всех. Допустим, в наши сотрудники 150 человек наших сотрудников привилось. Поэтому, ну, каждой четвертой температуре больше других проявлений особо не было. Ну, может быть мышечная боль, слабость небольшая. Но это все, все признаки исчезают буквально через сутки. Сейчас ожидает поставку еще одной партии вакцины от коронавируса. Возможность привиться в первую очередь получат те, кто находится в зоне риска в связи с работой, а также люди, имеющие хронические заболевания. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.